Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о том, кто мы во Христе и что у нас есть во Христе. Сегодня я хотел бы поговорить о вечной славе, в которую мы призваны во Христе. В первой половине 10 стиха, в первом послании Петр пишет, Бог же всякой благодати призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе. Петр пишет, что Бог призвал нас в вечную славу во Христе. Что такое слава? Для многих из нас это слово просто связано с хвалой. Но мне думается, что слава Божья, опираясь на прообразы Ветхого Завета, опираясь на слова Павла, слова Христа, слава Божья в библейском понимании в большей мере связана с присутствием Бога. Я на 100% уверен в том, что Бог присутствует абсолютно везде и абсолютно всегда. Об этом учит Писание. Однако являет себя, показывает себя, открывает себя. Он в определенных местах, это было в храме, это было на горе Кормил и так далее. Иисус – это явленное откровение Бога, и это явленная слава Бога. Так вот, когда мы с вами говорим о том, что во Христе мы призваны в вечную славу, то мы говорим буквально следующее. Мы призваны во Христе всегда быть в том месте, где Бог проявляет себя, где происходят чудеса, где происходит прикосновение к жизни этого мира. Люди на земле могут иногда видеть, иногда слышать, отчасти переживать или просто понимать, что Бог рядом с ними. Если же мы во Христе, а мы с вами во Христе, то мы находимся в эпицентре явления Его славы, в эпицентре явления Его силы. И чем ближе ты приближаешься к Богу, чем глубже ты погружаешься во Христа, чем больше ты посвящаешь Ему свою жизнь, тем ближе ты находишься к тому месту, где всегда что-то происходит. Субтитры создавал DimaTorzok